Доброго времени суток, дамы и господа! Как вы знаете, мне дали предрелизную версию одной игры. Я не знаю почему, не знаю на что рассчитывали разработчики, не знаю что они ждут, не знаю смотрели ли они мои обзоры или нет. Но на будущее это не новостной канал, это канал с субъективным мнением, тут объективщиной не пахнет. На меня наложили эмбарго и я не мог показывать вам футажи с предрелизной версией до сегодняшнего дня. Сегодня же я расскажу вам о Драконессе Повелительницы Пламени. Запасайтесь провизией, мы начинаем. Итак, игра выйдет очень скоро со слов разработчиков. Предрелизная версия весит около 12 гигабайт. Цены пока нет, а ценок от критиков и пользователей соответственно тоже нет. Разработчики предлагают игру с элементами рогалика с исследованием карты как в героях меча и магии. Участие в сложных пошаговых сражениях, источником вдохновления для которых послужили битвы в игре, герои меча и магии. Нам обещают управление тьмой и пламенем, сбор ресурсов, прокачка героя, возможность собрать могучую армию чудовищ, развивать столицу, прокачивать юнитов, искать артефакты, надевать артефакты, использовать артефакты, качать магию, объединять магию и в конечном счете завоевать все. Королевство. Звучит все очень красиво и разработчики не упустили момента указать в описании игры, что вдохновлялись они игрой, героями меча и магии. Наверное в надежде на то, что олды ради ностальгии раскошелятся и купят игру. Я же после того, как наиграл почти 10 часов, скажу, что в игре, что рогалик, что градостроение, что пошаговые тактические бои, посредственность. Вывод может быть поспешный, игра еще не вышла и многое может измениться, но не думаю, что все изменится кардинально. Я получил ключ к бета-версии, скачал игру в стиме, заварил кофе по-ирландски и начал играть. И что же я увидел? Сюжет. Шляпа. Главная героиня безликая, хуже чем в Лэберэйшене. В Лэберэйшене ГГ хотя бы говорил и мог что-то выбирать. Подача бездарна абсолютно не цепляет история. Вы попадаете в королевство на полуострове Драйтир, которыми правили два дома драконов. Следовательно, два могущественных дракона. Драконы-самки. Запомните. Между ними возникло недопонимание и началась война. Они долго сражались и погрузили королевство в хаос. Но добрый дракон победил злого и теперь надо восстановить королевство. К тому же злой дракон скоро нанесет ответный удар и доброму дракону нужен полководец, который возглавит армию и спасет королевство. И эльфы предоставили доброму дракону свою лучшую, молодую, избранную, сильную и независимую воительницу. И начинается игра. Ребята, я честно скажу, я не против женских персонажей, но это уже переходит все границы. Мало того, что игра с тегом, ролевая игра не дает выбрать пол, класс распределить характеристики, так еще и не знакомит толком с героиней. Вот есть воительница, она немая, за нее говорит маленький дракон, мы не знаем кто она, не знаем что она. Играй и все. Почему среди эльфов лучший кандидат это юная воительница? Где ее предыстория? Кого она победила? Кто она такая? Как же я устал спасать чужие миры посредственными героями. Сюжет не цепляет, не греет и не волнует, сюжет никчемный. Ну да ладно, подумал я, может быть сюжет для Галки написан на коленке и сейчас меня удивит геймплей? Игра не встречает нас с синематиком, начиная новую игру предлагают три выбора сложности. Я взял хард и не проиграл ни одного боя, боюсь представить что творится на легком и среднем уровне. На что влияют уровни сложности непонятно, скорее всего на хп врагов и урон. Брать только хард. Далее следует небольшой синематик, потом покажут воительницу, потом обучающая локация. Вас накажут по скрипту, гг умрет, но не полностью и попадете в хаб. В хабе вы призрак, когда вы отправляетесь на задание, добрый дракон дает вам физическую оболочку. Физическая оболочка как бы должна влиять на стиль игры. Что-то вроде разных классов, но названия я прочитать их не смог. Каждый класс имеет свои стартовые таланты и умения, также разное количество очков движения и свой бонусный ход. Об этом позже. Оболочки как бы прокачиваются и вы сможете со временем изменить стартовые таланты. В общем, разработчики как-то пытались оправдать рогалик и теперь, когда миссия будет провалена, вам просто будут давать новую оболочку. В хабе есть ресурсы. Гранит, железо, перит, красный кристалл, синий кристалл, желтый кристалл, фиолетовый кристалл. Фантазия у ребят закончилась. Ресурсы нужны для строительства зданий, где можно улучшать армию. Прокачка скудная. На каждого юнита по две пассивки. Юнитам внешний вид менять нельзя, экипировки у них нет. Дополнительных способностей они не открывают. Все, что можно, это поднять им ранг. Ранг поднимается путем соединения отрядов. Юнит на поле боя как одна единица. Выше ранг, выше урон и больше хп. Скучно. Далее открываются другие лагеря с другими юнитами. Перед битвой вам надо собрать армию. На начальных этапах можно брать с собой два юнита. Юниты денег не стоит, менеджмент в игре курит. Также можно взять артефакты для героини. Артефакты влияют на очки передвижения ГГ на бонус к урону для дальних и ближних юнитов. И все в этом духе. В столице можно прокачивать героя, давая ему постоянные эффекты, маны больше, заклинания работают лучше, умения на карте больше и так далее. Прокачка скучная. Героине кроме артефактов ничего экипировать нельзя. Внешний вид от надетых артефактов у героини не меняется. И вот вы выбрали оболочку и взяли с собой юнитов. Отправляетесь на задание. Перед заданием игра предложит вам испытания. Выполните, получите больше ресурсов. Каждое задание ваша героиня начинает с первого уровня и с бафами с хаба. А далее откроется небольшая локация, на которых вы добываете ресурсы, захватываете шахты, нанимаете юнитов, выполняете задание, подай принеси и сражаетесь. Нормальных квестов и выборов в диалогах не завезли. Зато завезли провизию и ходить туда-сюда без дела не выйдет. Закончилась еда, отряд получает дебаф или вообще умрет. Каждый ход минус одна провизия. Провизия разбросана по локации. Единственный раз, когда я провалил задание, случилось именно по причине того, что я не собирал провизию. Отряд умер. Отмечу еще, что неплохую механику разработчики добавили с возможностью завершить ход. Завершить ход можно по-разному. Либо добавить очки движения на следующий ход, либо дать уклонение своим юнитам на следующий бой, либо броню, либо вообще получить опыт. Это сделано неплохо. А так, ходите по локации, выполняете главный квест и сражаетесь. Очки движения заканчиваются, заканчиваете ход. Враги все статичны, никто ничего не патрулирует, тупо стоят и ждут, когда вы к ним придете. Мне очень не понравилось, что у героя нет нормальной прогрессии. Разработчики схитрили. Они не сделали несколько разных веток с возможностью билдостроения и получения какого-то рабочего класса. Нет, они тупо прикрутили бафы. И каждую локацию вы будете просто юзать разные эффекты. Сама героиня в бою не участвует, у нее есть книжка заклинаний и назвать их заклинаниями сложно. Вся книга это бафы и дебафы. Ни фаерболов, ни молний, ни заморозки, ни яда, ни призыв мертвых, ничего. Просто бафы. Либо дать хп, либо поднять атаку, дать уклонение, снизить урон, замедлить передвижение и так далее. Это шляпа. Да и геймплей не очень-то интересный. Миссии можно перепроходить для выполнения испытаний и получения больше ресурсов. В общем, хаб, бой, ресурсы, бой, хаб, ресурсы, прокачиваем пассивки, бой. Ну ладно, с сюжетом и с хабом. Это все в принципе приемлемо, это можно съесть, подумал я. Сейчас меня скорее всего затянут сложные пошаговые сражения. К тому же на харде скорее всего я не раз буду наказан. А на деле бои представляют собой стенку на стенку, максимальное количество юнитов 5, иногда вас могут разместить в центре карты и по углам расставить противников. Интеллекта у врагов нет. Пару раз вражеский энд пошел бить лучника. Авервотча нет. Удары в спину нет. Окружение в игре не предусмотрено. Урона по своим не завезли. Уязвимости и сопротивлений от разных атак нет. А, да. В игре нет разных атак. Позиционирования как такового тоже нет из-за отсутствия основ тактических сражений. У разработчиков сложная тактика это когда А. Можно накинуть на себя броню. Б. Можно подождать ход. С. Подлететь к дальнему юниту и перекрыть ему дальнюю атаку. Единственный нормальный штраф в игре. Спасибо. Все остальное это бафы и дебафы. А юниты имеют по сути один скилл, который есть в арсенале у вашей героини. Некоторые юниты имеют несколько скиллов, как правило, баф и дебаф. Могут замедлить, дать уклонение, повысить инициативу. Чудовища в принципе разнообразные, но вся сложность лишь в их хп и уроне. Следовательно будете играть на легком режиме, пожалеете, что в игре нет автобоя. Я играл на харде под конец задания, мечтал о автобое. Бои скучные, нудные, обмениваемся уроном, иногда бегаем по карте. У юнита есть одно действие на один ход. Либо перемещаетесь, либо перемещаетесь и сразу же атакуете. Переместиться и накинуть на себя броню нельзя. В общем, меня не зацепило, а так типичная пошаговая тактика. На дворе 2022 год. Тодд делает игру минимум на 10к часов. Sony превращает потихоньку игры в игрофильмы. Разработчики же тактических пошаговых стратегий либо стагнируют, либо вообще деградируют. Я не понимаю, почему нельзя выпустить хорошую атмосферную ролевую пошаговую тактику. Но добавьте хотя бы бестиарий. В игре можно подойти к врагам, кликнуть на них мышкой, посмотреть со сколькими отрядами вам предстоит бой. Но статов отрядов увидеть нельзя. Бестиария в игре нет. Вы по иконкам неизвестных вам монстров должны прикинуть, вывезете вы или нет. Но сделайте этот аспект интересным, добавьте начальный экран с подробной информацией. Скройте вопросиками неизвестных вашему герою монстров, пусть открывает для себя новые виды. Дайте монстрам разное поведение в бою. Да и вообще, что касательно игры. Дайте предысторию героя, дайте выбрать класс, дайте возможность распределить характеристики, завезите предметы, костюмизацию ГГ, дайте отряду развиваться. Пусть ваши лучшие закаленные в боях монстры получают новые умения, новые статы, пассивки. Дайте им просто левел. В идеале еще и возможность менять внешний вид, может окрас, может какие-никакие тряпки. Дайте бафы для монстров, которые провели много боев вместе. Поделите монстров на разные фракции, пусть получают дебафы, окружение, овервотч, удары в спину, разные уязвимости и разные типы атак. Урон по своим. Пусть юниты комбинируют атаки между собой, может быть комбо. Враги же пусть будут сложные, пусть имеют разные стадии, пусть комбинируют свои атаки. Менеджмент же пусть требует правильного распределения ресурсов и квесты добавьте хотя бы ступенчатые. Может еще моральные дилеммы и какой-никакой выбор, а может случайные события во время боя. Молнию, огонь, разную поверхность, которая будет сказываться на стражении. Что вам мешает создать шедевр? А, да, с этим же надо работать и все просчитывать, искать баланс и режиссировать. Не, мы напишем, что вдохновились игрой героя меча и магии, скинем ключ ноунейму и он на радостях порекомендует игру своей аудитории. Так вот, я не рекомендую, я не знаю сколько эта игра будет стоить, если больше сотки, то она этого не стоит. Если вы хотите ностальгии по героям, сыграйте в герои. Если же игра на релизе кардинально изменится и завезут в нее что-то новое, я может изменю свое субъективное мнение. А пока игра, как по мне, не заслуживает внимания. Очередная копия очередной копии несостоявшейся ролевой стратегии. Либерейшн даже была лучше. Хотя графа мне в этой игре нравится больше. Вот что-что, а за картинку спасибо, она прям радует. Хоть и выглядит как игра десятилетней давности, но стилистика приятная. Да и монологи озвучены, и вроде атмосфера сказочная, и звуки неплохие, и музыкальное сопровождение приятное. По мне это лучшее, что есть в игре. На этом у меня все, всем добра и до новых встреч.